Здравствуйте, это программа подробностей, подробно о сегодняшнем заседании Рязанской городской думы. Говорим вместе с главой муниципального образования город Рязань, председателем думы Андреем Кашаевым, он гость нашей студии. Здравствуйте еще раз, Андрей Анатольевич. Главный вопрос сегодняшнего заседания, это, безусловно, отчет главы администрации города. Вот, знаете, я первый раз слушал отчет в качестве депутата, до этого приходилось слушать подобные, скажем так, выступления в качестве журналиста. Сегодня вот так немножко переквалифицировался. Конечно, есть разница в оценках журналистской и депутатской. Когда имеешь все-таки депутат больше информации, находишься внутри многих процессов, и поэтому, что называется, как-то вот через какую-то другую призму этот отчет идет. Ну, вообще, в принципе, услышанное меня скорее порадовало, чем огорчило. Да, много достижений, но в отчете было сосредоточено внимание на том, что есть перспективные направления, на которые обратить надо внимание. И, в общем-то, слова Олега Ивановича Ковалева, которые он сказал неделю назад на съезде муниципальных образований о том, что повестку работы власти должны определять люди. Вот, на мой взгляд, людские интересы в этом отчете как бы тоже учтены. И совместная работа администрации города, Рязанской, городской думы может дать положительный результат. Я с вами согласен, Игорь Иванович, абсолютно согласен, потому что только совместная работа, конструктивная работа, открытая работа, она способна дать какой-то результат. Даже не какой-то, я неправильно сказал, а положительный эффект, хороший от этого всего, ведь в одиночку не справиться совершенно. Есть многие задачи, те задачи, которые стоят перед нашим городом, они определяются во многом жителями, вы правильно сказали. И на сегодняшнем отчете как раз глава администрации города Рязани затронул ряд направлений, которые сами жители перед властью ставят определенные задачи и обозначают эти проблемы. Безусловно, Рязанская городская дума, выбирая главу администрации города Рязани на своем заседании, она также несет ответственность за то, что делает администрация города. И, безусловно, по макровопросам осуществляется контроль. Фактически депутаты являются представителями жителей города Рязани. И зачастую те проблемы, которые существуют в городе, они непосредственно направляются не всегда даже в администрацию, а к депутатам, как представителям, своим представителям. Безусловно, депутаты знакомы со всеми проблемами неполнослышки, они постоянно общаются с людьми. Поэтому то, что сегодня прошел отчет, это опять же идет в развитии вот этого информационного взаимодействия между администрацией города и городской думой. Поскольку если каналы этого взаимодействия информационного, организационного, они налажены, то, безусловно, это будет и результат. Многое, что знает администрация от своих учреждений, многое знают депутаты от людей. И вот когда эти две информации накладываются одна на другую, и когда работа идет в унисон, не деля, ни в коем случае, и не влезая в чужие полномочия, мы можем сказать, что тогда и будет серьезный эффект. Мы над этим, и Рязанская городская дума, и я, как глава муниципального образования, работаю над тем, чтобы вот это информационное взаимодействие, организационное взаимодействие, оно было между органами власти, между исполнительной властью и между представительной властью нашего города. Конечно, много еще предстоит задач, которые нужно решить. Эти задачи касаются как дошкольного образования, благоустройства города, благоустройства дворовых территорий, установки игровых комплексов. К счастью, в нашем городе уже была проведена большая работа за прежние годы по установке игровых комплексов на территории дворовых. Но, тем не менее, есть ряд районов, которые в нашем городе еще не обеспечены игровыми площадками. Таких мест еще остается очень много. Нас, как депутатов, не могло не порадовать то, что в отчете главы администрации города был отражен вопрос о комплексной застройке. Вот здесь, наверное, депутаты несут самую большую ответственность за это, поскольку решения о комплексной застройке, они как-то сопряжены с решениями Рязанской городской думы по тому или иному большому району. Потому что, как правило, эти районы, в основном, они находятся ближе к окраинам, когда можно проводить эти комплексные застройки. И раньше это были земли одного назначения, сейчас переводится в таком случае земли в зону деловой и жилищной застройки. И, конечно, такие комплексы, которые в нашем городе появляются и развиваются, и комплексные подходы, о которых мы не раз уже с вами говорили, являются нынешним положительным достоянием нашего города. И сегодня в очередной раз мы увидели, что мы правы в своих решениях, правы в том, что это не просто строительство дома, а это и обустройство прилегающей территории, инфраструктуры всей, включая и объекты соцкульбыта, объекты торгового обслуживания. Во дворах обязательно должны быть игровые площадки, места для парковок или отдельные вынесенные места за пределы этого района или за пределы дворовой территории. Но это необходимо решать, это необходимо делать. И заметьте, что в докладе это была одна из таких основных посылов, и я считаю так, что депутатский корпус, и мы правильно принимаем решение о том, чтобы в городе это появлялось. Поэтому вот такая совместная работа, безусловно, она может привести к серьезному результату, который не только сейчас оценивается, но и будет оценен спустя многие десятилетия уже потомками. Андрей Анатольевич, ну, повестка у меня была вообще достаточно сегодня обширная, и помимо отчета главы администрации, депутаты рассмотрели свыше 30 различных вопросов. Я, пожалуй, выделю для себя один блок целых вопросов, там, по-моему, порядка десятка их было. Передача в безвозмездное пользование помещений в наших образовательных школах, помещений для организации медицинских кабинетов и кабинетов, скажем так, дополнительного образования. Очень важный момент. Да, согласен. Эта работа никогда не прекращалась, и работа на протяжении многих лет уже ведется. Как правило, помещения в общеобразовательных учреждениях отдаются поликлиникам детским, либо смежным социальным учреждениям, которые задействованы в осуществлении образовательного процесса. Что касается поликлиник, то речь идет о том, об аренде, ну, безвозмездного передачи кабинетов медицинских, которые расположены в наших школах. Это обеспечивает контроль медицинский, контроль за состоянием здоровья детей, контроль профессиональный. И работники наших лечебных детских учреждений, они имеют возможность осуществлять свою деятельность не только в поликлиниках, но и приблизить свою работу непосредственно к детям. В результате кабинеты у нас функционируют, они у нас оживают, они у нас не остаются закрытыми. И вот эта помощь, безусловно, она, медицинская помощь детям и профилактические мероприятия, они идут с большим эффектом, нежели при отсутствии подобных помещений. Вы знаете, насколько востребовано у нас сейчас стало и дополнительное образование. Это как и в системе общего образования, так и в системе образования в сфере культуры. Школы искусств, все больше и больше потребностей. Помещений, безусловно, своих не хватает, а тем более, что по школам искусства у нас в Рязани вообще сложное положение, поскольку у школы искусства буквально одно типовое здание, одно типовое здание, это четвертая школа искусства имени Попова, то, что на московском шоссе на улице Крупской находится. Поэтому вот в отсутствие необходимого количества помещений и при большой востребованности данных услуг, конечно, задача стоит, чтобы дети занимались и нужны площади. Ну и школам, собственно говоря, общеобразовательным тоже неплохо, когда дети, например, обучаясь, посещая уроки в первую половину дня, имеют возможность посетить занятия по музыке, по изобразительному искусству в второй половине дня. При этом не снимается вопрос, я так считаю, о строительстве школы искусства. У нас, например, проблема, я считаю, в Рязани очень серьезная по двум районам. Это район Недостойва, вторая школа искусства. Проект сделан в городе, проект очень хороший, причем проект этот рассчитан на детей инвалидов, на разных категорий детей инвалидов. Полностью открытая среда, так запроектирована школа Недостойва, дай бог, что она у нас появится, эта школа. Мы не говорим, что в этом и в следующем году, но мы вот за это время должны поработать над тем, чтобы вместе с правительством области постараться решить вот эту проблему. И второй район, это Дашково-Песочня, самая большая школа в Рязанской области, школа искусств номер 7, около тысячи учеников, это сопоставимо с крупной общеобразовательной школой, к сожалению, не имеет возможности заниматься на сегодняшний день в стационарном помещении. Практически все школы общеобразовательные на этот район задействованы. Поэтому тоже будем работать в будущем и над тем, чтобы появился проект достойный, и над уже и над строительством. Но это уже вопрос перспективы. Андрей Анатольевич, я благодарю вас. К сожалению, возможности эфирного времени просто не хватает на то, чтобы осветить все вопросы, которые сегодня были рассмотрены на Думе. Их было за 30, но основные мы все-таки осветили. Глава муниципального образования, город Рязань, представитель Рязанской городской думы Андрей Кашаев был гостем сегодняшней программы «Подробности». Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова